Привет! Сегодня у меня на обзоре еще одни наушники от компании Alpha & Delta. Это их флагманская модель D6. Наушники построены на основании одного динамического излучателя, но они там сильно шаманили со звуком и поэтому получилась достаточно интересная подача. Несмотря на то, что это старшая модель в линейке, ценник они сделали умеренно сбалансированным, стоят они 95 долларов. В общем-то, в наше время это, скажем, край бюджетных наушников, верхний край бюджетных наушников или начало наушников среднего класса. Ну, не знаю, как позиционировать, это не так важно. Давайте разбираться подробнее с тем, что нам компания предлагает. Как видите, упаковка сделана слегка нетрадиционно. Нет вот этой привычной двухслойной коробки с внутренним боксом из твердого картона. Тут все сразу открыто, все на виду. Тут были 2 наклейки фиксирующие, что никто не вскрывал коробку до вас. На задней стороне приведены технические характеристики. Динамический излучатель 10 миллиметровый, всего 16 Ом импеданса, какой-то запредельный диапазон частот, но при этом нормальная чувствительность. То есть, достаточно для смартфонов, но при этом не шумит с мощными плеерами. В целом, со смартфонами использовать, пожалуй, их смысла особо нет. Открывается все вот так. Вот внутри даже инструкция и предупреждение о том, что левый наушник отмечен выступом. Тут сами наушники. Сейчас я их достану и уберу. Упакованы для красивой презентации. Так, вот сами Д6 и такой же, как у Д3 красивый чехольчик. Из кожи, толстый, аккуратно сшитый. Есть петелька для сматывания тоже. И хороший набор аксессуаров. Не пожалели. Прищепка для крепления провода к одежде. Очень много насадок. Три набора по три пары насадок разного вида. Пенки и даже пара за уши. В общем, как видите, комплект аксессуаров тут более чем достаточный. По дизайну наушники, с одной стороны, получились простыми, но с другой стороны, весьма надежными. Альфа и Дельта покрывают их трехлетней гарантией. И они постарались сделать все, чтобы этих гарантийных случаев у них было поменьше. Корпуса сделаны полностью из металла. И что самое забавное, наушники на фотках и на видео выглядят хуже, чем в жизни. В жизни тут такой приятный темный хромированный цвет. Они, конечно, немного собирают отпечатки пальцев, но в целом выглядят очень и очень неплохо. Благодаря вот этой классической круглой форме они отлично садятся даже в небольшие уши и обеспечивают неплохую звукоизоляцию за счет того, что можно подобрать нормальную посадку. Звуковод, как видите, обычной длины. Носить их можно и заушным способом, вот так вот. Вот так покажу. И проводом вниз традиционно, поэтому тут все могут использовать тот способ, какой больше нравится. На самом деле, несмотря на то, что сейчас все стараются сделать что-то покрасивее, помоднее, вот эта классическая цилиндрическая форма, она весьма, по-моему, себя оправдывает на самом деле. Есть защита от переломов. Кабель сделали несменным, но на самом деле, с точки зрения долговечности, это, пожалуй, хороший вариант, поскольку хороший качественный несменный кабель лучше, чем не сильно качественный коннектор, а стоимость хороших коннекторов была бы слишком дорогой для этой ценовой категории. Кабель несменный, но хорошо, тут есть защита от переломов и сам провод сделан плетеным из четырех жил. На каждое ухо идет по четыре жила. Это посеребренная медь. Как видите, сплетено все очень аккуратно. Кабель мягкий, не микрофон, не твердеет на морозе. В общем, очень и очень хороший провод. Разветвитель, но тут, конечно, чисто декоративный, потому что, на самом деле, ничего не разветвляется, а ниже его идет восемь проводов сплетенных. Очень красивое плетение. Не знаю, получится мне на видео это передать или нет. Очень красивое плетение. Такой хороший, мягкий, но при этом достаточно толстый канатик. Идет до самого штекера. Тут угловой джек, пружина для защиты от возможных изгибов и нагрузок. И все очень-очень аккуратно сделано. В общем, альфа и дельта постарались сделать максимум для того, чтобы обеспечить прочность. При этом наушники комфортные и, на мой взгляд, неплохо весьма выглядят. Ну и, конечно же, о звуке. В альфа и дельта прекрасно понимали тот факт, что в данной ценовой категории уже есть много популярных наушников. И большинство из них такие вкусовые, своеобразная АЧХ, очень популярная и массовая. Поэтому они решили отстроить свои D6 немного в другом стиле. Тут используется сложная двухкамерная внутренняя конструкция внутри для правильного резонирования. Плюс они лицензировали какую-то технологию HDSS, High Definition Sound System. В общем, наушники эти нейтральные. Для тех, кто любит мониторную подачу без акцентов и на АЧХ, но при этом они отличаются очень большой воображаемой сценой, что редкость в этой ценовой категории. Бас тут не акцентированный, поэтому для тех, кто привык к наушникам с звучанием, в котором есть подъем на низких частотах, в которых есть акцент на низких частотах, тут баса будет не хватать. То есть модель не для тех, кто любит дополнительный вес, дополнительная ударность. Бас тут весьма быстрый, с хорошим разрешением и при этом уходит достаточно глубоко и неплохо контролируется. То есть он не наползает на остальные части диапазона. Поэтому в целом низкие частоты тут такие мониторные и без излишних выпираний в чем-либо. Хорошо передаются текстуры, неплохо разделяются инструменты. В общем-то, конечно, не топовые арматуры и не топовые дорогие модели, но для этой ценовой категории разрешение одно из лучших. Средние частоты тоже такие нейтральные, без какого-либо окраса, но эмоции, заложенные в запись, передаются хорошо. Прекрасно сохраняется характер инструментов и все остальное, что заложено в трек. Но при этом, если трек плохо записан, это также будет хорошо и прекрасно продемонстрировано этими наушниками. Так что это, пожалуй, не модель для тех, кто слушает плохо записанные стили. Верхние частоты тут детальные, с хорошими атаками, нормальными затуханиями. Слоистости, конечно, не хватает, но хоть какие-то зачатки присутствуют. Но модель, конечно, не для VCH-фобов, поскольку тут не пытаются приукрашать верхние частоты, скрывать их, сглаживать. Верхние частоты тут достаточно протяженные в плане ухода вверх и хорошо отыгрываются. Поэтому для тех, кто верхние частоты не любит, эта модель тоже не подходит. В общем-то, если говорить о стилях, если говорить о каких-то жанрах, то это наушники для классической музыки, для вокала, для, скажем, для джазовых некоторых вариантов. Но в целом, на самом деле, с ними очень неплохо слушать, например, электронную музыку, поскольку они очень хорошо строят воображаемую сцену, глубоко, широко, весьма объемно. И за счет этого это все звучит весьма и весьма эффектно. Поэтому, допустим, для каких-то тяжелых стилей они подходят не особо, но на самом деле это просто потому, что тяж сейчас очень откровенно плохо записан, и эти наушники это продемонстрируют практически в полной мере. Поэтому я бы рекомендовал что-то более сглаженное на VCH и, может быть, более акцентированное на VCH, чтобы хоть как-то компенсировать недостатки записи. Но для качественных треков, аудиофильских, для хороших плееров, это очень неплохая модель. Очень мало действительно доступных моделей с мониторным, нейтральным и неокрашенным звучанием. Я даже не знаю, есть ли смысл проводить сравнение, поскольку в этой ценовой категории очень много всего. Допустим, те же острые KC09, они абсолютно противоположны по звуку, да, то есть острый это уклон вниз на низкие и средние частоты со сглаженными VCH. Тут, наоборот, уклон на середину и вверх, при этом низкие частоты нормальные, но не акцентированные. IBASA IT-01, допустим, они более V-образные, у них больше акцент на низких частотах, но при этом NCH у них хуже по разрешению, а в VCH еще немного порезче, чем здесь. То есть как бы моделей еще много всяких, но на самом деле альфа и дельта D6 достаточно сильно отличаются на общем фоне, предлагая нейтральную, мониторную и трехмерную подачу. При этом они очень здорово сделаны и достаточно неплохо выглядят и комфортно носятся. Поэтому, если вы ищете что-то именно с такой нейтральной подачей, то эта модель, в общем-то, одна из тех немногих, которые в этой ценовой категории есть с такой концепцией звука. Спасибо за внимание!